Всем привет! Начинаем нашу еженедельную пятничную тренировку. Сегодня у нас снова пройдет на Твиче. К сожалению, технические проблемы, которые мы думали, что быстро устраним, устранить быстро не получилось. Плеер так и не заработал пока что у нас на сайте. Сегодня мне вроде программист написал, что можно попробовать, но так как я уже написал себе в блоге, что мы проведем трансляцию на Твиче, я решил пока ничего не тестировать и провести занятие снова на Твиче в открытом формате. Сейчас проверим, есть ли тут звук, картинка. Напишите мне в чат Твича, наверное. Выведу. Вижу, что звук, картинка есть, появились у нас первые зрители. Хорошо. Это хорошо. Ну а сейчас я еще подожду минутку, пока спокерабилити люди с чата тренировки подключатся. Мы будем начинать. Собственно, сегодня наша тема занятия, та же самая, которая была на предыдущем занятии, это разбор пак в символ постфлопа. Я спросил, какую позицию интереснее он будет разобрать. Опять же, попросили разобрать СБ против ББ. Сегодня, скорее всего, у нас тренировка пройдет в два, либо в три этапа. Сначала мы разберем раздачу одного из наших учеников с ресурсом покерабилити. Потом мы разберем паки. Причем мы это будем делать в несколько в ином формате, нежели то, как мы это делали на первых двух занятиях. Об этом я чуть позже скажу. И в третьей части занятия, если успеем, то я еще покатаю вживую. Так, ну давайте начинать. Вроде все уже подтянулись. Вроде все подтянулись. Так, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Будем начинать. Ну давайте начнем с небольшой разминки. Я вот только перед самой тренировкой увидел, что здесь были уже какие-то раздачи. СНЛ-100. И, собственно говоря, Хиро изолирует фиша неизвестного. На MP3 это получается еще у нас фул ринг. Или не фул ринг. Ну, короче, на MP3, Хиро находится. Изолирует фиша, получает колл. Ставит код по флопу. По терну ставит достаточно плотную ставку. И по риверу у нас летит лидбет. Ну, минрейс, рейс тут вообще не рассматривается. Потому что это будет оверплей нашей руки. У фиша вполне себе могут быть какие-то фулы, которые он подобным образом разыграл. Там, восьмерки, двойки, тус-10, тус-8, тус-2. Поэтому, вообще, странный вопрос по поводу рейса, либо минрейса, это оверплей. То есть, у фиша, как правило, в такой ситуации достаточно полярный бет. Ну, лидбет по терну. Некоторые хиши здесь могут переиграть руки по типу тус-x. Но, опять же, как правило, если они будут какие-то переигрывать руки, то, скорее, это еще могут быть переигранные руки, которые нас забьют. Например, тус-дама. Или там тот же самый тус-валет для сплита. Да, то есть, на самом деле, здесь для нас этот лидбет по риверу это не самое классное, что могло произойти, на счет того, что довольно много дро промазывало. Прямое флэш-дроу, там флэш-дроу по терну, еще некоторое доехало. Ну, плюс, все-таки, фиш иногда может прощать какие-то руки в блеф. Здесь, естественно, фолл мы не будем рассматривать. Это не самый приятный колл, надо сказать. Но в вакуум я бы нажимал. Ну, вот я бы его нажимал. Опять же, по причине того, что, несмотря на то, что здесь, безусловно, здесь были комбинации сильнее нашей, фиши не очень часто их будут развирывать через лидбет. То есть, мы можем дисконтировать часть фулов, в которой он таким образом может играть. Ну, опять же, дисконтировать часть тус-дама, например, или тус-король. Просто по причине того, что он может ожидать от нас фулами бета по риверу, и, ну, соответственно, он будет готовить только чек-пуш или чек-кол. Поэтому у него value range все-таки здесь ограничен. Несмотря на то, что у него здесь есть руки сильнее. Но при этом у него есть, естественно, промазавшая дрова, или какие-то руки приращенные в блеф, поэтому здесь колл по риверу. Так, дальше. Открылся фиш. Этот фул ринг тоже восьмерка, я так понимаю. 3-бет неизвестный. Ну, его изолить 3-бет достаточно плотно, сделан известный регуляр. Херл на которых и подколил. Ну, в принципе, с карманами там здесь нормальная игра. Не вижу смысла здесь сейчас 4-бетить. Очень часто мы просто получим изоляционные какие-то пуши в нас. Ну, то есть, мы будем себя изолировать против лучших рук. Поэтому колл в позиции в порядке. Если бы мы играли без позиции, там, где у нас хуже реализация эпити, за то, что у нас нет позиции, там уже чаще 100-бет степок я бы играл через опыт на 4-бет. В позиции же колл в порядке. Колл в порядке. Все улицы под вопросом. По-моему, флоп тут без вопросов. То есть, на 3-беты мы дамы с рейлдро не выкидываем никаких раскладов. Ну, то есть, у нас более чем хватает шансов банка против рейнджа бета. По терну уже интереснее. Парень ставит крупную ставку. Это довольно очень распространенная линия. 3-бет поток поставить треть по флопу и влепить там 2-3 или 70%. Потерну. Терн, наверное, я все-таки в позиции бы продолжал. Я бы продолжал. Ну, то есть, это такое граничное решение. Опять же, на терне. Ну, как выглядит спектр его изоляционного 3-бета фиша. При этом, скорее всего, повышенным размером. То есть, здесь можно дисконтировать часть какого-то среднего value, который обычно будет всегда в фиша изолироваться. То есть, обычно мы бы задали какой-нибудь довольно широкий рейдж изолей. Это там, например, весь одномастный бродвей. Достаточно много слабого разномастного бродвея. Ну, какие-то такие руки. Ну, возможно, еще там часть девяток. Часть девяток. Также тут могли бы изолироваться частично какие-нибудь одномастные коннекторы. Одномастные тузы. Ну, то есть, довольно широкий был бы изолей. Но, с учетом того, что здесь сайлинг повышен. То есть, фиша из КВА-2ББ у него изолей летит почти 10. СПБ, скорее всего, тут можно дисконтировать этот низ спектра. То есть, вряд ли он так будет играть с слабыми какими-то одномастными тузами. Уже не весь он так бродвей будет играть. То есть, ну, там можно было задать что-то 50%. И то же самое по разномастному бродвею. Ну, вот. Ну, и, собственно, давайте зададим ему быстренько во флотчили спектра коннбета. Скорее всего, третий пот. Если он играет коннбетами третий пот, то в такой ситуации он будет, ну, большую часть своего рейнджа играть через коннбет треть пота. И не дробить рейндж на коннбета и чекколы. Ну, и, соответственно, вот такие руки сюда тоже можно добавить. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok